Бонджорно! Нашу Ниагару, которая здесь достаточно шумная, настоящая горная река. И мы с вами рванем дальше, собственно, из этого городка приграничного на границах приблизительно астро-итальянских рядом с чем? Балзану. И мы гоним в Сан-Рема и проедем так и помашем Милану. С нашим Миланчиком и будем приезжать в Милану. Ну что ж, будет много интересного, мы продолжаем, погнали! Ну и вот наш отель. Как раз-таки кому нужна будет информация, советуем, советуем с паркингом. И вот он идет. Гастхофштег.ит Вот такой у нас маленький ресторанчик, где у нас, собственно, проходят завтраки. Уже здесь накрытые столы. Посмотрите, все такое, знаете, как будто именно горска, а лупа такой горный-горный. На горах дома такие, знаете. Так, ну и вот здесь у нас немножко, но достаточно. Что здесь есть? Йогуртики, масло, фрукты, прошутто, шунка, саламсы. Миланчик уже себе накладывает, естественно, прошутто, как без этого. Так, ну а здесь выбор разных круассантики, булочки. Ну и вот здесь такие разные сладкие мазилки. Так, любители мисли. Яйца. О, есть кексик, я себе обязательно. Водичка. Сок. Так, конечно же, кофеек. В принципе, знаем все, что итальянцы пьют утром капучино до обеда, потом это уже идет пресса. Ну, собственно, я, как говорится, сразу с утра рванула по вопросу. Так что, вот, кофе уникается. Я вчера вечерком еще, как вы видели, выпила. Очень вкусно. Миланчик чайок. Такой. Вот такие панорамы у нас открываются прямо из окна. Я вам вчера это показывала. Вот здесь наша Ниагара. Это уже я так назвала, потому что шум от этого просто жуткий. Особенно вечером, когда перестают ездить машины, потому что мы находимся, собственно, вот так на дороге. Это не дальница. Дальница находится где-то вот так за этим холмом. Вот парковка. И мы парковали. И мост. Мы обязательно с вами еще заберем на этот мост. Советуем Гастхофштег прямо на... Это не сама дальница. Дальница у нас находится вот там наверху. Поэтому съезд все очень удобно. Ну, собственно, я хочу вам показать эту красотень, которая у нас здесь прямо под окнами. Значит, деревянный мост через реку. Я сейчас попытаюсь вам кусочек заснять. Сейчас мы где-нибудь с вами остановимся посерединке. Я подниму. И вы увидите эту красотень, которая очень-очень-очень шумная, но безумно-безумно-безумно красивая. Но вечером, когда перестают ездить машины, то это реально очень шумно. То есть мы находимся сразу у этой реки. Мы с вами перешли на противоположную сторону. Собственно, вот там видна наверху дальница. Мост наш отельный. Вот здесь везде указатели Гастхофштег. Поэтому кому... Кому будет полезная информация, будем рады. Собственно, вот здесь можете даже сделать стоп-кадр и начать телефоном этот скрин, сделать скрин вот этого QR-кода. Так что советуем на такое переспание. Очень супер. И посмотрите, какая красотень. Вот там прямо наверху что-то. Что-то наверху. Видно, какой-то дом тоже, да. Виды здесь потрясающие. Потрясающие. Ну, а здесь тоже внизу домик. Это стеска, чисто наколы. На пешей, либо на великах можно гонять. Поэтому я думаю, что можно привезти с собой велик. В общем, здесь очень классная рекреационная зона. Мы с вами гоним дальше, как всегда. Как говорится, хорошие нам дороги. Мы выезжаем из нашего маленького городка. И нам сейчас нужно доехать и наехать на аутобан, на дальницу, которая ведет направление Милана. И потом мы выезжаем на Сан-Ремо. Ну, собственно, как вот и Миланчик тоже говорит, собственно, и везде тоже пишут на интернете. Ну, и как мы сами увидели, что, да, много дорог, вот таких, как бы, да, вот, как мы сейчас. То есть они именно ведут вдоль, вдоль дальниц. Поэтому прям вот, чтобы совсем от отеля заехать на дальницу не получится. Хотя я смотрю, в принципе, вот, наверное, может быть, сейчас мы как-то и сможем. То есть мы какой-то период нам придется ехать вдоль дальницы, пока мы на нее наедем. И вот здесь опять мы возвращаемся к нашим железнодорожным путям, которые, собственно, мы с вами видели вчера. Точнее, вы видели в прошлом видео, а мы видели вчера. Вот я смотрю, видно здесь и водопад. Вот прям, видите, расщелина такая. И, наверное, весной здесь и может быть и водопадик. Так, ну, здесь какие-то, видно, хатки. Я уверена, что здесь такая, как и рекреационная зона, потому что, конечно, и горнолыжные здесь есть, курорты и съездовки. Поэтому, конечно же, эти все такие хатки, домики зимой используются уверенно, как такие гастхаусы. Просто именно отели для тех, кто приезжает кататься на лыжах. Серпантиники. Смотрите, прямо мы с вами едем вот здесь в горах. Реальных Альпах. И горная речка по правой стороне. Ну, это, видно, вот так как раз речка, рядом с которой мы с вами ночевали. А вот эта дальница по правой стороне. Вообще, конечно, я вот и в прошлом влоге тоже говорила, какая-то конструкция феноменальная. То есть, в общем-то, я представляла, что это будут какие-то такие серпантины, именно, ну, например, как в Хорватии, да. А здесь вот именно дальница поставлена как мост. Просто вот как мост на этих сваях. И какое-то сумасшедшее количество километров. Вот еще виноградники видны вот по правой стороне. Вот здесь это уже. Вправо. То есть, наверное, сейчас мы как раз будем и выезжать. Да, все правильно. Автобан. Автострада. Автострада. А-22. То есть, нам нужно на нее выехать. Так что, как раз-таки, очень удобное расположение отеля. Советую, если кто-то вот как раз-таки поедет в этом направлении. У нас как раз в Праге, это получается, в половине, грубо говоря, 500 километров. 500 с хвостом мы проехали вчера. Ну, и где-то около тоже 500-600 нам осталось сегодня. Так. Наезжаем. И я предполагаю, что сейчас опять будем платить, потому что, естественно, здесь платят так называемые митные. Да, 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 да. Это будет тоже платный тикет. Здесь нам дадут билетик, а мы потом, когда будем съезжать, этот билетик мы вложим и, по идее, да, заплатим ту часть, которую мы проехали. Ну, собственно, как и в Хорватии, то же самое. Да, точно. Здесь сейчас нам выйдет листик, который мы с вами возьмем. Вот он уже выехал, листик вылез. Ждет нас. Точно. Этот листик мы с вами сейчас... Вот такой дается листик, который потом вложим в подобный автомат, когда будем съезжать с дальницы, и он нам скажет, сколько нам нужно заплатить. Прошлый такой кусочек мы заплатили за 4 евро. Так, ну, а вот здесь у нас такие панорамы, опять-таки... Нам куда нужно? Влево. Мы едем на Верону-Модену, да, на Модену нам нужно. Все правильно. Все обозначено, все в порядке, все как бы нормально, то есть нет каких-то непоняток на дальнице, как, собственно, мы немножечко в Австрии было чуть-чуть, не то, что проблематично, но когда вам нужно съехать именно на бензоколонку, то как-то бензоколонки находятся всегда как бы в стороне от дальницы, то есть вам нужно выехать с наиближающим выездом с дальницы и как бы наехать на бензоколонку, то есть причем как бы как таковые их указатели из дальницы, что здесь бензоколонка нет. Ну, в Германии же, да, была? Вот, то есть немножко это было проблематично для нас, вот, сориентироваться, а так-то как бы остальное. Все, выехали на дальницу, то есть, ребят, все вообще супер. Да, везде вот тоже грады, вот здесь наверху, так что все, отель вот прям находится на дальнице, шикарненько. Именно так переночевать, покушать, поужинать и позавтракать, и гнать дальше. Нам 534 километра до Сан-Рема, 5,5 часов, это чистое время, естественно, где-то сделаем остановочки. Ну и поехали дальше наслаждаться видами Альпов, и мы уже с вами на итальянской стороне. Смотрите, какая красотень, высокие-высокие горы, верхатура находится именно, не могу сейчас никак вспомнить название по-русски, именно шпички гор в облаках. Облаках, даже, по-моему, и снег, наверное, может быть, да, так вообще как будто там немножко заснеженная. Ну и вот дома, виноградники, очень красиво. Очень много у нас виноградников здесь, очень много. Балзану. Любителям яблок посвящается. Ну а если серьезно, посмотрите, как видно, заливают. Это, хотелось сказать, яблочные плантации. Я вас и так могу сказать. Это такие какие-то мини-пиги яблочки. Ну вот видно, как прям, да, это же яблоки, по-моему, да, по ходу дела. И висят яблоки именно уже спелые, видно. И тоже так же, как мы в Узбекистане тоже видели, вот именно закрыто такими сетками. Где-то закрыто, где-то нет. Ну вот прям, смотрите, гора под горой, и вот в долине выращивают яблоки. В долине городочек, и вот здесь яблочные плантации и дальницы. И, кстати, параллельно по правой стороне и железнодорожные идут пути, железнодорожные. Что-то в такой красоте мы едем. Я думаю, что, наверное, когда мы будем опускаться вниз, я думаю, что там будет солнышко. Потому что, все-таки, наверное, это низкая облачность, потому что мы в горах. Ну мы как бы с одной съезжаем на другую дальницу. Мы же едем в направлении Милана-Верона. Будем платить. То есть мы сейчас будем засовывать тот листик, который мы получили. Вот здесь он у нас. И узнаем, сколько мы с вами заплатим. Так, встаем в очереди. Есть и самообслуженные. То есть самостоятельно можете заплатить картой. Ну а вот здесь мы встали просто. Сидит внутри коса. И вы платите. Сейчас мы посмотрим, сколько. Этот заплатил 9. Посмотрим. То есть у нас тоже 9,80. Получается, мы должны заплатить за тот участок, который мы с вами проехали. Так, гоним дальше. Ура, ура. У нас осталось 23 километра, 23 минуты прямо до Сан-Рема. И где-то приблизительно 100 километров до конца мы уже начали ехать вдоль моря. Уже видно море. В общем, друзья мои, за бортом у нас 25, аж 27 градусов. Супер. Выезжали мы из Чехии. Уже пришло похолодание. Так что, еще чуть-чуть. И мы с вами въедем в Сан-Рема. Я с нетерпением жду. По правому борту видно уже море. Море, море. Ну, все правильно. Сейчас будем платить. Мне очень интересно, сколько. Это мы же и здесь. Нет, лично вот здесь заплатим. Нормально карты. Ну, мы же вот тут. Давай все равно. Мы заплатили. Я, честно говоря, так приблизительно угадала. Я думала, что где-нибудь 50 евро будет. Заплатили мы 36-40. Ну, добро пожаловать в Сан-Рема. Мы сейчас находимся, ну, можно, наверное, так сказать, типа в предместе. Море у нас вот прямо по курсу. И нам сейчас нужно добраться до нашего отеля. Около двух километров. Так что мы с вами сейчас и проедем немножечко и по городу. Боже. Вот оно, море, море. 26 градусов. Наверное, я тоже так думаю, что там нужно наверх. Да, все правильно. 26 градусов у нас. Температура воздуха сейчас где-то около полпятого вечера. Что я считаю, что это даже очень и очень приятненькая температура. Ко внизу уже виднеется пристав, яхты. Вау, супер. Да, мы практически в центре сейчас с вами. Такие очень узкие-узкие улочки. Три километра нам нужно еще до нашего. Мы немножко съехали не там, где нам нужно было. Поэтому сейчас, наверное, немножко мы с вами будем петлять по городу. Иван смеется, сейчас мы с вами проедемся. Маленький кружок сделаем по городу. Зато у нас такая ознакомительная поездка по городу. Город располагается на таких холмах. И вот, естественно, отсюда, например, очень хорошая панорама. А что делать? Где еще парковать? Конечно, на улице. И так узкие улицы так. Ааа, как тут разъехаться? Нифига. Сами видели, как весело здесь разъезжаются машины. То есть, если ты так неудачно въехал, то приходится пропускать. То есть нам пришлось выехать. Боже. Фу, это был массакр. Я уже даже не снимала. В общем, мы куда-то нас навигация завела. Мы бы, если бы у нас была меньшая машина, мы бы, в принципе, развернулись нормально. Друзья мои, наверное, минут 10 разворачивали, чтобы выехать оттуда, куда нас завела. Ну вот на таких мопедах. На таких мопедах здесь классно рассекать. Наша машина немножко велика для этого городка. Поэтому мы решили развернуться, вернуться обратно. Да, мы нас возвращают обратно. Но, может быть, даже лучше, потому что реально мы бы там просто не выехали из этих улочек. Ну, ты сами видите, что здесь просто уже даже не разъедетесь. Так что без приключений у нас не обходится. Но нам остается полтора километра. как бы сказали Чехии выпадать у надения. Надежда есть, что мы туда доедем. Доберемся. Но улочки очень, очень, очень узкие. по 200 метров, на круговом объезде поучите первый выезд, потом задержьте влево. Ох, как это было. Друзья, у нас сегодня с вами блуждание по Сан-Раму. Вечерние блуждания по Сан-Раму. Поучите первый выезд, потом задержьте влево. Прикольненько. Держьте влево, потом задержьте влево. Влево. 750 метров, дателля. Спасибо. Пири-пири-пири. Заточьте вправо, потом в 100 метров, задержьте влево, потом заточьте влево. Прикольненько. Нет, ну у нас должен быть паркинг у отеля. Поэтому я думаю, что проблем не должно быть, просто нет-нет-нет, все нормально. Фуй! Вот теперь можем выдохнуть. Лично для меня, друзья мои, я даже не знаю, где был у меня больше стресс. В Стамбуле или приезд в Сан-Рэма. В общем, это надо реально... Я уже потом перестала снимать, потому что у меня текло по спине, по-другому я не могу сказать. В общем, навигация нас вела в отель. И, ну понятно, наша машина для итальянских дорог немножко великовата. поэтому мы забрели в одну из улочек. Во-первых, нас завело в слепую улочку, то есть в тупик. А самая интересная вещь была в том, что мы практически не смогли развернуться, то есть настолько узкие улочки, что даже развернуться на нашей машине это проблематично. Поэтому, друзья мои, в общем, мне пришлось, Миланечка, навигировать, навигацию, в общем, его направлять, чтобы мы как-то оттуда выехали. В общем, доехали мы до отеля. Мы уже устроились в отель. Все улочки были с Латвы. Все улочки были с Латвы. Кроме одной. Кроме одной, которую нам пришлось все-таки найти опытным путем. Ну ладно, друзья мои, в общем, все, мы доехали, мы в Сан-Рэма. Обзор отеля я вам думаю, что покажу отдельным влогом, потому что уже нет сил совершенно. Покажу обзор нашего номера. В общем-то, неплохой отельчик, хотя, несмотря на то, что это трехзвездочный, и покажу вам завтраки, потому что у нас отель с завтраками. Этот влог мы закончим, но следите за нами, потому что, естественно, отдельным коротким влогом прозвучит, собственно, цель, почему мы сюда приехали. Я знаю, что вы уже пытаетесь отгадать. И вот теперь узнаем, кто был наиближший всего к правде. Все. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо огромное за поддержку в течение дороги. Мы вас любим, обнимаем, целуем, и в этом влоге мы с вами прощаемся. Па-па-па! 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 Па-па! Как прощаемся. Па-па!